всем привет спасибо что подписались на мой канал это я подписчикам тем кто не подписан подписывайтесь будет впереди много интересного давайте вас сегодня порадую такой интересной темой как создавать узоры как делать скажем детали для наших чайников допустим ладно пусть будет чайники какие-нибудь там панно барельефы и вот есть такой способ очень классный открываем ликбокс открываем туз и всем вам наверное уже известно shadowbox вот они находятся shadowbox и вот вот эту раскладку многие видят но возможно не знают как с ней работать давайте сегодня объясню открываем нашу закладку она должна здесь появится в этом углу закрываем ликбокс и эту закладку нажимаем на нее и экспортируем на рабочий стол или в папку вы будете экспортировать это лично у вас там по проектам как разбито на компьютере вот ее название нажимаем сохранить все она у нас на рабочем столе уже и что мы теперь делаем нам теперь понадобится coral drive тоже классная программа я уже лет 12 не сижу при прикольно можно делать многие вещи вот так она выглядит у меня 8 модель если у кого пораньше они в принципе не очень различаются просто есть дополнение возможности больше это не принципиально и вот у такие подготовил заготовочки это вот скачано с это растровое изображение можете найти их их очень много ну не все подходят конечно но выбрать можно вот теперь давайте поработаем вот с главной моделью что с ней можно сделать нужно нажать растровое изображение и преобразовать ее в растровое вот оставляем разрешение 300 точек на дюйм со смещением сглаживание все стоит вот здесь цветовую цветовой режим ставим черно-белое один разряд вот мы его поставили вот все вы видите как он изменился давайте приближу дальше что нужно с ним теперь сделать давайте зайдем в растровое изображение еще раз давайте выделим его заходим в растровое изображение и жмем быстрая трассировка уменьшить растровое изображение да нажимаем и сейчас посмотрите что будет происходить с моделью вот она сейчас прогоняется оп видите стало четче красивее все больше нам ничего не надо в принципе вот эта модель точно такая же давайте я эту удалю и теперь нам понадобится вот такая вот еще заготовка заготовка ее можно также в коралл сделать но я скачал скриншотом с компьютера работает тоже нам важно вот эта вот модель а это вот дает форму она может быть любая квадратная овальная это решать вам как будет модель лучше смотреться и для какой детали она вам нужна так теперь мы это отводим в бок это мы удаляем вот кстати она преобразовала а под ней остается вот ее исходное вы видите насколько они отличаются насколько темная эта часть и насколько это так эту мы удалим правая кнопка мыши удаление и теперь сделаем вот что мы скинули наш шадоу бокс вот он вот теперь давайте мы наведем на наш значок и просто его сейчас ошибся вот он наш значок шадоу бокс и мы его сюда вот так вот вкидываем распределим так чтобы нам ничего не мешалось нажимаем на него и вот тянем за эти уголки уменьшаем шадоу бокс и вот мышкой вот так вот крутим он приближается отдаляется куда поставим туда идёт теперь давайте уменьшим эту заготовку подставим сюда вот именно читайте чтобы здесь было баг это вот лицевая там задняя часть что теперь сделаем чтобы сюда подставить заготовку нажимаем правой кнопкой мыши заходим в порядок и жмем на передний план слоя вот мы его нажали и ставим сюда вот так он теперь будет у нас выглядеть и теперь также подставляем так жмем порядок на передний план слоя и подставляем эту модель все вот на их установили но теперь вот надо чтобы они чтобы они были на одном уровне как это сделать нажимаем правой кнопкой мыши а нет заходим в окно нажимаем рабочее так сейчас окно настройки и координаты объекта рнем все вот она встала и точно так же с этим проделаем все стоит так повторим вот так теперь мы оставляем все выровнялось заменить объект в нем заменить закрываем что теперь мы делаем вот что у нас получилось теперь берем прямоугольник наводим и вот так вот подставляем нажимаем теперь заливку белый слой теперь ставим опять на как на стрелку нажимаем правой кнопкой мыши нажимаем жмем порядок и жмем на задний план страницы теперь что мы делаем нам теперь нужно взять shadow box и его удалить мы его удаляем он нам не нужен вот у нас остается такая вот рамка нажимаем теперь левая кнопка мыши на рамку и жмем правой кнопкой мыши на белый цвет чтобы не было черных линий нигде если тут они присутствуют тоже повторите то же самое в принципе все надо теперь все это экспортировать жмем экспорт немножко надо подождать вот у нас высвечивается jpeg сохраняем jpeg на рабочий стол я сохраняю вы там не знаю папку может будете сохранять жмем экспорт все если есть с таким же названием не перепутайте а то вдруг удалиться нужная модель вот у нас высвечивается такая рамка вот все данные наложение черного сглаживания все есть жмем ок нас устраивает и давайте вернемся опять что теперь тут делаем заходим в ликбокс находим наш shadow box два раза жмем на него кликаем вытягиваем его жмем edit все пока ничего больше не жмем можно выровнять заходим в текстуры вот у меня уже тут стоит другой импортируем находим наш нашу картинку вот она мы импортируем вот он отметил на shadow box наши вот эти вот картинки но чтобы они проявились сейчас я их поверну вот так вот чтобы было можно и наоборот но мне так удобней что мы теперь делаем мы теперь заходим в masking находим mask be color и жмем mask be intensive вот у нас прогоняется все прогналось все вот она вы увидите что она сделала отметки по контуру вот они плохо видать но еще раз попробую может сдернуться вот она делает тут вот так вот обводку и теперь что мы делаем заходим теперь давайте в геометри так теперь что нам нужно сделать после того как мы маску сделали давайте зажмем control и вот так вот тут чуть намалюем вот такой рисунок у нас получается качество конечно оставляет желать лучшего но мы это дело сейчас быстренько подправим давайте заходим в геометрии находим shadowbox наш и отключаем его на время вот эта модель у нас остается и прибавляем интенсивности так 500 давайте 600 поставим и назад включаем shadowbox немножко сейчас будет задержки подождать надо вот появилась следом видите сбился наш рисунок что нужно сделать давайте опять повторим комбинацию masking mask be intensive все исчезла наша тень и опять control и сбоку где нибудь нарисуем вот вот такой у нас цветок получился чтобы убрать вот эту сбоку нашу вот эту вот мазню можно нажать control z она исчезнет или можно просто стереть или обрезать удалить так но это вы уже знаете наверное все теперь давайте отключим геометрия отключаем shadowbox и вот что у нас получилось вот такая заготовка вы видите что она не гладкая еще нужно с ней поработать давайте сделаем с ней заремеш поставим 5 где-то можно 6 поставить чем тем больше тем лучше вот вы видите что 948 тысяч уже у нас полигонов давайте нажмем за ремеш он сделает нам сеточку вот такая моделька у нас получается теперь можно вот давайте посмотрим вот полигоны не одни сетка есть 1 миллион стало у меня точек давайте теперь еще посмотрим что с нее можно сделать нажмем size и вот этой нижней можно вот раздувать и уменьшать видите можно вообще тонкую сделать это вот на ваше усмотрение как вы будете что с ней делать можно из нее сделать альфу без проблем жмете на альфу жмете group and fill а потом grab dog и все и рисуете это в прошлых видео можете посмотреть вот такой у нас результат меня в принципе устраивает можно поменять цветовую сферу вот так вот можно сделать зелененьким так вот вот такой узор прикольный у нас получился если с ним еще поработать доработать его можно вписывать в разные модели в панно вот вы видите что здесь есть стык можно шахматным порядком ее стыковать дублировать и делать одну вторую третью узор делать какой то центр еще что то поместить все всем пока надеюсь вам это пригодится до свидания и